Продолжаем, коллеги, и как раз вопрос иммунотерапии почечноклеточного рака. Что мы имеем на сегодняшний момент и какие у нас есть направления для дальнейшего поиска в этой области? Ну, Сергей Александрович, уже основные моменты всего, помимо иммунотерапии, осветил блестяще. И мы видим, что лекарственная терапия до 2015 года рака почки – это сочетание ингибиторов ВИДЖЕФ и МТОР на обеих линиях лекарственной терапии. В принципе, неплохие результаты, безусловно, и у таргетной терапии, и во второй линии, и в первой. Мы видим, что в первой линии медиана общей выживаемости достигает 30 месяцев, что очень впечатляет. Во второй линии достигает 20 месяцев, то есть превышает полтора года. Однако, в любом случае, мы знаем, что самые эффективные таргетные препараты, они могут не работать изначально уже у трети больных раком почки, и практически у всех пациентов через 8, 9, 10, 12 месяцев. Но рано или поздно развивается резистентность к этим препаратам. Поэтому до 2015 года, что мы имели в арсенале, это первая линия терапии стандартная – сунитениб или позапониб, во второй линии – окситениб или веролимус, и третья линия – это те препараты, которые не использовались ранее. Арсенал, в принципе, довольно большой, поэтому мы могли каким-то образом выбирать что-либо и для третьей линии лекарственной терапии. Но к настоящему времени опыт в изучении сигнальных путей, в изучении иммунной реакции, в том числе при раке почки, мы видим, что огромное количество сигнальных путей и этапов реализации иммунного ответа. И смотрите, какое большое перечень препаратов, которые уже воздействуют тем или другим образом, в основном, конечно, блокируя, подавляя передачу сигнала на все эти изученные механизмы. Основные веки лекарственной терапии, в принципе, видим, что они, наверное, отражают ту потребность, которая существует в лекарственном лечении рака почки. Если в начале 2000-х годов основные препараты – это первая линия, весьма эффективные препараты, но больные постепенно прогрессируют, происходит резистентность опухоли, и, разумеется, параллельно идут и уже через какое-то время завершаются включением уже клиническую практику препаратов второй линии. И за последние буквально два года, 16-17 год, мы видим, что целых три монотерапии и третья – это комбинация препаратов, они зарегистрированы как высокоэффективные препараты для лечения во второй и последующих линиях. Ну, в том числе препарат иммуно-онкологический, которые пока единственные зарегистрированы для лечения рака почки – это неволумаб, о котором мы будем сегодня более детально говорить. Ну, здесь иммунотерапия различных злокачественных опухолей, как раз-таки рак почки. Мы видим, какой большой такой временной интервал между первым зарегистрированным препаратом в этой области – это интерлекин-2, 92-й год, и буквально более 20 лет – регистрация неволумаба и FDA, и Европейским местным агентством только уже в 2016 году. То есть все это время рак почки, считаясь высокоэффективным и многенным злокачественным новообразованием, он, в принципе, не имел таких вот реальных, зарегистрированных препаратов, которые влияли бы на этот, скажем так, влияли бы на этот патогенетический аспект. Хотя и многенность рака почки, мы знаем, достаточно, вернее, просто является высокой, и наряду с меланомой рак почки является одним из моделей изучения именно противоопухолевого иммунитета и воздействия на это противоопухолевого иммунитета, потому что мы в нашей клинической практике тоже неоднократно видели спонтанные ремиссии, которые обусловлены или просто каким-то биологией опухоли, или реализуются после удаления первичной опухоли, например. Мы обнаруживаем при патоморфологическом исследовании довольно высокую степень инфильтрации опухоли иммунными клетками, и эффективность иммунотерапии интерлекином вторым, интерфероном она, в принципе, доказана, и мы также это в своей клинической практике наблюдали. Если мы говорим о роли PD-1, PD-L1, экспрессии PD-L1 в биологии рака почки, то так же, как и для рака лёгкого, она имеет значение. Высокая экспрессия сопровождается плохим прогнозом для рака почки, меньшая выживаемость пациентов, больший риск медостазирования и прогрессирования процесса. И мы видим, что клетки опухоли довольно часто экспрессируют у каждого третьего пациента, высоко экспрессируют PD-L1. Мы видим, что опухоли инфектирующей лимфоциты экспрессируют PD-L1 более чем в половине процентов случаев, в половине случаев. Поэтому, в принципе, это тот фактор, который имеет значение в биологии рака почки. И здесь экспрессия, как я уже говорила, ассоциируется с плохим прогнозом. Мы видим, что даже при ранних формах рака почки у больных, принесших нефрактомию, как значительно расходятся кривые выживаемости, в зависимости от того, существует или отсутствует экспрессия PD-L1 в ткани опухоли. Еще раз напомню, что неволомаб, точка приложения, это уже эффекторный, конечный этап реализации противоопухоли иммунитета, в основном в микроокружении опухоли. И переходим уже более детально к эффективности препарата неволомаба при лечении этой опухоли. Разумеется, предшествующие первая и вторая фазы исследований были проведены в отношении рака почки. Ну и третья фаза, это уже рандомизированное исследование, открытое рандомизированное исследование. Сейчас тем более 800 пациентов, имеющих цитоклеточный рак почки, которые получали предшествующие стандартные антиангогенные режимы таргетной терапии. И у них, разумеется, не было терапии МТОР, но они были рандомизированы в соотношении один к одному на терапию неволомабом или терапию эвиролинусом. Первичная цель – это оценка общей выживаемости. И что важно, что это исследование было завершено досрочно из-за того, что уже при промежуточном анализе было показано, что группа больных, получавших неволомаб или получающих неволомаб, имеет лучшую выживаемость по сравнению со стандартной терапией на тот момент терапии эвиролинуса. Кривые общей выживаемости при сроках наблюдения уже более двух лет представлены, и они, безусловно, наглядные. Мы видим, что медиана общей выживаемости больных, получавших неволомаб, почти на более чем на полгода превышает аналогичную у больных, получавших эвиролинус. Часто ответов, в принципе, для неволомаба она привычна нам, это в районе 20-25%, ну и эвиролинус – 5%. То есть, в принципе, эффективность как в плане объективных ответов, так и, что самое главное, в плане сроков жизни пациентов. При этом выживаемость пациентов не зависит от уровня экспрессии ПДЛ-1, больных, разумеется, получавших неволомаб. Мы видим, что кривые расходятся и при малой экспрессии, и при высокой экспрессии ПДЛ-1. То есть, для рака почки неволомаб реализует свой эффект вне зависимости от уровня экспрессии ПДЛ-1. Подгруппы пациентов, разумеется, были оценены, и мы видим, что преимущество неволомаба во всех подгруппах отмечается, в том числе у больных с плохим прогнозом, у больных, имеющих поражение костной системы, у больных, получавших различные варианты терапии, причем, как в виде таргетной, так и терапии интерлекина вторым. То есть, неволомаб в качестве второй, скажем так, линии иммунотерапии, он также работает и также оказывает свой эффект. Мы с вами знаем, что для иммунологических препаратов есть такой эффект, как псевдопрогрессирование, когда при оценке, особенно с помощью стердакта критериев расиста, думаю, Алексеевич будет об этом говорить, мы видим увеличение размеров очагов, которое, в принципе, обусловлено как раз-таки инфильтрацией активными Т-лимфоцитами, клетками иммунной системы, и именно таким образом происходит реализация противопухолевого иммунного ответа. Но расстановить это можно именно как просто увеличение размеров метастазов и прогрессирования. Но здесь очень важно различить псевдопрогрессирование от истинного прогрессирования. Мы знаем, что, как правило, истинное прогрессирование это не только фиксирование увеличения размеров очагов, но и клинические признаки в виде ухудшения состояния пациента, потери веса и других различных проявлений. Если же пациент не имеет клинических признаков ухудшения течения заболевания, имеет только формальные инструментальные признаки, то, разумеется, все основания продолжить терапию этим препаратом, они существуют. Потому что мы через какое-то время, через 2-3 месяца мы можем как раз-таки зафиксировать уже уменьшение размеров очагов, уже вызванное именно противопухолевым действием со стороны иммунной системы. То же самое и здесь. Мы видим, что пациенты, которые продолжили терапию неволомавым после такого псевдопрогрессирования, они имеют все шансы получить очень хороший эффект, но отсроченный. Мы видим, что выживаемость этих пациентов, она практически в два раза превышает выживаемость тех больных, которые завершили, как раз-таки при формальном регистрации и прогрессировании завершили лечение препаратом. До 30 месяцев медиана увеличивается у тех больных, которые терапию продолжили. И если мы оценим даже размеры опухолей, то есть максимально формально, к этому у больных, у которых было загрессировано раннее псевдопрогрессирование, эффект реализуется, но отсроченный. Примерно у половины пациентов, то есть у каждого второго, произошло в дальнейшем уменьшение размеров очагов, в том числе участия больных и в рамках просто частичного регресса. Поэтому прекращение лечения, еще раз повторюсь, при таком формальном признаках улучшения, разумеется, оно неправильно именно в отношении данной группы терапии. То, о чем мы говорим сегодня в каждой нашей лекции, это качество жизни пациента. Также мы видим, что преимущество по оценке самих пациентов качества своего жизни, оно также в сторону препарата неволумаб. Но то, что мы в своей практике видим, конечно, пациенты, получавшие таргетную терапию и перешедшие к нам на терапию неволумабом в рамках программы расширенного доступа, конечно, они просто вдыхаются облегчением. У них купируются все проявления токсичности, которые были раньше, и артериальная гипертензия, и диарея, и кожная сыпь. Разумеется, качество их жизни, то, что мы видим уже своими глазами, оно, безусловно, в разы отличается от того, что пациенты ощущали на фоне терапии таргетными препаратами. Ну, в принципе, почему качество жизни лучше? Потому что токсичность меньше. Мы видим, что примерно в два раза меньше частота, сложнее треть четвертой степени у больных, получавших неволумаб, по сравнению с больными, получавшими эверолимус. Спектр токсичности представлен здесь. Если поставим основные такие вот моменты, симптомы, жалобы, которые пациента беспокоят, это странно-дыхательная система. Мы знаем, что эверолимус – это риск периферических отеков, мукозитов, пневмонитов. В принципе, ну, в два-три раза меньше частота проявлений при проведении иммунотерапии неволумабом у больных раком почки. Ну, сейчас уже получены данные долгосрочные исследования первой и второй фазы, то есть более ранних исследований, которые были проведены. Мы видим тут вот наше плато или хвост, как мы говорим, немножко жаргонно. Но, в принципе, то, что в любом случае нас очень и очень вдохновляет. Потому что мы видим, что по прошествии четырёх лет, по прошествии пяти лет наблюдения за этими пациентами, каждый третий, каждый даже в большем проценте случаев пациенты живы и, опять же, контролируется их заболевание уже не воздействием препаратов, да, а уже просто запуском, восстановлением активности их иммунной системы. То есть, безусловно, медиана общей выживаемости, достигающей двух лет, во второй и последующих линиях терапии – это, безусловно, прорыв в отношении терапии рака почки. Ну, в принципе, здесь слайд больше отражает как раз-таки факт взаимосвязи между объективными ответами и длительностью и сроками жизни пациента. Мы видим, что медианная длительность ответа у большинства пациентов достигает двух лет. И довольно интересно, что сроки развития ответа, они тоже в медианных пределах двух-трёх месяцев. То есть, в принципе, эффективность препарата реализуется, ну, сопоставимые с таргетной терапией, например, сроки, в течение ближайших двух-трёх месяцев. Здесь такие обобщённые данные. Это сводная таблица, разумеется, не прямое сравнение тех препаратов, которые сейчас стали доступны в 2017 году. Но некоторые из них в Российской Федерации не зарегистрированы. Кабазантинип, в частности. Ну, здесь мы видим, что во второй линии медиана выживаемость без прогрессирования составляет от 4,5 до примерно 7 месяцев. Ну, конечно, здесь комбинация последняя. Кабазантинип и Неверолимус – это такая прорывная комбинация, которая, в принципе, на основании исследований второй фазы уже зарегистрирована. Мы видим, какие совершенно удивительные результаты показаны здесь. Поэтому, наверное, она стоит немножко обособленно. Это высоко-токсичная терапия. Терапия, скажем так, выбора при необходимости получения быстрого ответа. Поэтому, наверное, мы её не упоминаем как такую рутинную, да, в качестве второй линии. А вот неволумап, кабазантинип и снип, мы видим, что медиана выживаемость без прогрессирования, в принципе, превышает даже полгода. Объективный ответ – это примерно у каждого пятого пациента. И, в принципе, это ожидаемо. И выживаемость, медиана общей выживаемости, превышающая 2 года, разумеется, она не может нас не вдохновлять. И, мне кажется, всё равно благоприятное отличие неволумаба из этих всех препаратов, таргетных препаратов, это благоприятный спектр профилитоксичности. Потому что, безусловно, частота осложнений 3-4 степени у этого препарата на порядке меньше, чем при использовании таргетных препаратов. Поэтому неудивительно, что включён препарат уже в качестве предпочтительного, наряду с кабазантинипом, в терапию второй и последующих линий по рекомендации ЦСН, те же самые рекомендации Европейской ассоциации урологов. Мы видим, что кабазантинип и неволумап, отмечены зелёными стрелками, это те препараты, которые обеспечивают преимущество именно по выживаемости. То есть не просто по эффективности такой непосредственно, но и именно по срокам жизни пациента. И те же самые рекомендации ЭСМА, неволумапковый зелёными это терапия после ингибиторов тирозенкиназы, антиангогенных препаратов, в качестве второй линии светлоклеточного рака почки. В рутинной практике, разумеется, мы можем между собой и комбинировать, или переходить с одного режима на другой, хотя, в принципе, формально это препараты второй линии, о которых мы говорим, но рутинная практика – это совершенно другое. Мы можем, у нас, по крайней мере, расширение возможностей последующих, там и второй, может быть, второй, третий, четвёртый, может быть, линии терапии, они у нас существуют. Поэтому переходить с одного препарата на другой мы уже можем, это, в принципе, расширяет наш терапевтический арсенал. Кому из пациентов возможно и показано, и целесообразно рассмотреть возможности иммунотерапии в качестве второй линии? В принципе, у больных, которые прогрессируют на таргетной терапии, у больных, у которых всё-таки рак прогрессирует, но не очень быстро, то есть мы, опять же, должны иметь время для реализации эффекта. Все пациенты, которые не могут переносить из-за токсичности таргетную терапию, то есть у них тоже основания для попытки использования иммунных препаратов. Больные, которые любого возраста, любой группы риска и любой локализации медосат, в том числе при поражении головного мозга. То есть препараты, их, скажем так, неволумаб, их благоприятный профиль токсичности, он позволяет, скажем так, использовать даже вот такой отягощенный по течению заболевания группа пациентов, использовать, применять их и в этой ситуации. Поэтому неволумаб, он пока первый, единственный препарат, который зарегистрирован в качестве второй линии терапии почечно-клеточного рака на основании принципиального увлечения сроков жизни пациента и качества жизни. Эффективность его не зависит от экспрессии PD-L1, и профиль безопасности более благоприятен, чем таргетная терапия виролинуса. То, что мы имеем в своей клинической практике, в принципе, как мы считаем, у нас достаточный опыт для того, чтобы создалось впечатление, по крайней мере, о месте возможности препарата в терапии второй последующих линий рака почки. У нас в рамках программы расширенного доступа 13 пациентов принимают участие, не менее одной линии антиангегендной терапии, а, в принципе, максимально до трех, ну, за исключением, конечно, виролинуса. Ну, к настоящему времени у нас более 140 введений неволомаба по этим препаратам, этим пациентам осуществлено. И в качестве примера представлю одного пациента, потом коллега представит и несколько других клинических случаев из данной когорты пациентов. Больной, стандартный, в принципе, анамнез, светло-клеточный рак правой почки. Нефрактомия была выполнена в марте 2014 года. В дальнейшем, через некоторое количество времени прогрессирования с поражением лимфозлов, солидостения, легких и костей, была предполнена метастазоктомия. Опять же, в принципе, подход, который связан с иммуногенностью опухоли. Мы можем ожидать при удалении метастаза еще и некоторые регрессы со стороны других очагов. Изготовление отологичной вакцины, вакцинотерапии в течение длительного времени, но, к сожалению, прогрессирование. И стандартная первая линия терапии по запонибам. Тоже видим, что длительность эффекта не такая уж и маленькая. Длительность лечения и эффекта в том числе, ну, она, опять же, не превышает у нас даже одного года, около девяти месяцев. И вторая линия неволумаб. Мы видим, в март 2016 года мы начали лечение, в принципе, уже полтора года назад. И результаты, которые мы наблюдаем, в март 2016 года исходное состояние процесса в солидостении. И буквально первый раздумок эффекта через четыре месяца мы уже видим частичный регресс пораженных лимфатических узлов. Вот эффект сохраняется и до настоящего времени, то есть уже более 14 месяцев. Частичный регресс щегов поражения сохраняется. Как раз тот пациент, который принципиально и активно отмечает положительную динамику именно своего общего состояния на фоне, на смене, скажем так, лекарственной терапии. То есть помимо объективного эффекта, у него отмечается и принципиальное улучшение качества жизни при вполне приемлемой токсичности. То исследование, которое очень, как нам кажется, интересное, оно, в принципе, действительно представлено буквально в августе этого года и сейчас в сентябре на конгрессе ЭСМА в Мадриде, это как раз-таки место препарата, не только неволумаба, но уже в комбинации с ипелемумабом, уже в более ранней, в первой линии терапии. Всегда любые препараты, они начинаются с более поздних линий, мы знаем, и смещаются на все более и более ранние. Здесь, как раз-таки, в первой линии сравнение комбинации неволумаба и пелемаба с сунитинибом, который, в принципе, является золотым стандартом при лечении почечноклеточного рака, в том числе в таких подгруппах промежуточного и плохого прогноза и у больных, которые не получали раннее лечение в качестве первой линии терапии. Дизайн исследований стандартный, видим, какое большое количество пациентов, более тысячи, и рандомизация на группу больных, получавших иммунотерапию, комбинации препаратов, и на стандартную таргетную терапию с сунитинибом. Первичная цель – это и оценка объективных ответов, и время без прогрессирования, и общая выживаемость больных, причем прицельно в группе неблагоприятного и промежуточного прогнозов. Если мы посмотрим на характеристику пациентов, то подавляющее большинство, около 80%, имело именно промежуточный плохой прогноз, и у подавляющего большинства уровень экспрессии ПДЛ-1 в опухоли был меньше 1%. Если мы сравним по особенностям терапии, то мы видим, что прогрессирование заболевания реже отмечалось у больных, причина прекращения терапии из-за прогрессирования реже в группе комбинации, но чаще в той же самой комбинации из-за токсичности. Мы знаем, что комбинация неволумаба и пилюмаба, конечно, обладает достаточно высокой степенью токсичности, высокую выраженность токсичности. Но если мы посмотрим на эффективность, то, конечно же, в группе больных, напомню еще раз, это подгруппа плохого промежуточного прогноза, мы видим, какая большая разница в части объединенных ответов. То есть комбинация обеспечивает эффективность у 42% больных по сравнению с 27% в группе сунитиниба. И при этом длительность эффекта, она очень убедительна, при наблюдении более двух лет, медиана даже длительности ответа еще и не достигнута. Выживаемость без прогрессирования тоже в пользу комбинации иммунных препаратов по сравнению с сунитинибом. Общая выживаемость через два года после наблюдения медиана в группе иммунотерапии, она даже не достигнута. То есть мы видим, что два года переживают более 60% больных, что, безусловно, этих ответов ждали именно об общей выживаемости. И, в принципе, они сейчас получены, и они демонстрируют высокую эффективность комбинации именно в плане увеличения сроков жизни пациента. И в той же время мы видим, что в группе благоприятного прогноза, действительно, опухоль почки настолько разнородная, что благоприятный прогноз, он принципиально отличается и по своей динамике, по своей биологии опухоли. Мы видим, что здесь, наоборот, никакого выигрыша при применении иммунных препаратов нет. Мы видим, что и объективный ответ, и длительность ответа, она выше в группе стандартной терапии с униситинибом. Поэтому здесь у больных, наверное, с благоприятным прогнозом не имеет смысла рассматривать применение иммунных препаратов в качестве первой линии. Эффективность зависит от уровня экспрессии ПДЛ-1. Здесь как раз тут видно, что чем она выше, тем эффективность комбинированного режима иммунотерапии выше. Здесь ответ достигает частоты 60%. То есть, в принципе, из 10 пациентов у 6 имеются полные, частичные регрессы. Разумеется, это весьма и весьма убедительно. И выживаемость без прогрессирования зависит от степени экспрессии ПДЛ-1. Если в группе малой экспрессии она не отличается от выживаемости у больных, получавших с униситиниб, то в группе с большей экспрессией она принципиально, конечно, достигает 2 лет, значительно многократно превышая выживаемость больных, получавших с униситиниб. Осложнения, разумеется, высокие и в группе таргетной терапии, и в группе комбинации. Даже витальные исходы в 2 раза чаще в группе комбинации были, связаны в основном с иммуно-опоследовательными осложнениями. То есть, в принципе, идя на использование комбинации, конечно, нужно помнить, что мы должны уметь корректировать эти осложнения, мы должны знать, ради чего мы рискуем. Но, опять же, больные, в принципе, с плохим прогнозом, у них нужно получить быстрый эффект, потому что иначе у них прогрессирование заболевания представляет реальную угрозу для их жизни. Качество жизни в любом случае было выше, несмотря на токсичность в группе больных, получавших иммуно-терапию. Поэтому преимущества этой комбинации доказаны в рамках рандомизированного исследования, но у больных промежуточную плохого прогноза. И здесь имеется все-таки связь эффективности и увеличение безлицидивной выживаемости от экспрессии уровня PDL1. Благодарю за внимание. Пожалуйста, вопросы. Так, вопросы, пожалуйста, коллеги. Где-то у нас микрофон. Игорь, большое спасибо за прекрасную... Практического, наверное, свойства. Вы прекрасно показали, что иммуно-терапия при метастатическом раке, светлоклеточном раке почки дает преимущество перед таргетной терапией и вообще любыми другими методами лечения, которые сейчас существуют. И при этом сказали, что даже если опухоль будет... Если будет псевдопрогрессия, нужно продолжать лечить. Вот, пожалуйста, практические советы. Как отличить псевдопрогрессию от истинной прогрессии? Вы сказали, что если больной жалуется, ну, много жалуется, значит, если у него симптомы, значит, это истинная прогрессия. А как вот с побочными эффектами, как от побочных эффектов отличить? Вообще, есть ли доказательства того, что при наличии симптомов, так сказать, у больного на фоне иммуно-терапии, это всегда истинная прогрессия? Симптомы могут быть у любого, даже не у больного человека. Поэтому мне вот этот вопрос очень важно выяснить. В принципе, этот вопрос, он все равно будет вставать перед любым клиницистом в каждой конкретной клинической ситуации. То, что мы имеем сейчас, у нас больной абсолютно с общим модуляторным состоянием, получающим терапию неволумабом, у него есть стабилизация по ряду очагов в легких, в лимфоузлах следостения, и почему-то увеличивается метастаз в правом надпочечнике. Что это такое? Все вдали прогрессирование, да, учитывая богатую восклилизацию надпочечника, учитывая его особенности анатомические. Как нам дифференцировать между тем и тем? Жалоб нет никаких. И вот опять же, это вопрос... Да. Да. Если есть жалобы, позволяющие заподозрить именно прогрессирование процесса, то, опять же, жалобы какие? Они стандартные для прогрессирующего злокачественного образования. Это потери веса, это астенизация больного, то есть признаки, вот, не знаю, потери, снижение гемоглобина, то есть любые признаки ухудшения его состояния, не только субъективные, не только его жалобы, а и объективные в том числе. Астенизация, это стандартная помощь иммунотерапии. Как вот от них отличить? Пожалуйста, скажите. Степень выраженности этих осложнений, да? Если астенизация очень выраженная, она... То есть субъективная, к сожалению, агентация, когда заслуживает это человек продолжение лечения или нет? Да, если можно. На мой взгляд, это чрезвычайно важный в практическом смысле вопрос. Чрезвычайно, потому что мы можем таким образом, ну, выплеснуть из вот этой купели ребёнка. Мы можем отсрочить принятие решения окончательного при прочих равных условиях, при удовлетворительном состоянии пациента до следующей оценки эффекта. Если там дальнейшее происходит, то, к сожалению, чудес-то не так уж много происходит. Если происходит дальнейший рост, если за это время, там, до следующей оценки эффекта, за эти ближайшие, там, два месяца, дальнейшее и клиническое прогрессирование, разумеется, это все основания для принятия уже полного решения, что да, к сожалению, несмотря на применение данного препарата, заболевание прогрессирует. А если при следующей оценке эффекта мы видим стабилизацию этого размера, этого образования, или, может быть, как раз таки реализацию эффекта, его уменьшение, абсолютно сохранение абсолютно нормального состояния пациента, то мы по этой ситуации не меняем лечение. Прошу прощения, что вторгаюсь. Я по поводу псевдопрогрессирования, истинного прогрессирования. На АСКО этого года было озвучено два доклада, и мы знаем, что псевдопрогрессирование гораздо чаще встречается при опыте так называемых воспалительных, условно говоря, раках, да, это меланома и почечноклеточный рак. И, пожалуй, единственным маркером, который позволяет отличить сейчас, но с большей долей вероятности псевдопрогрессирования от истинного прогрессирования, является соотношение нейтрофилов к лимфоцитам. И если для одних эта отсечка в три раза, и вот высокая доказательная база именно для этого маркера, как считают, существует, потому что две публикации с очень высоким уровнем, я считаю, доказательности там, хотя, конечно, это требует дополнительных неких исследований, но, тем не менее, только в одном исследовании это три показателя, в другом пять. То есть вот превышение вот этого котов, три или пять, это маркер того, что если повышен этот показатель, то это истинное прогрессирование, если он в норме, значит, скорее всего, это псевдопрогрессирование. То есть это ratio, да? То есть концентрация того, что... Да, я могу предоставить, если интересно вам обе эти публикации, то, что у меня уже в слайдах это все есть. Спасибо. Замечательно, спасибо. Я бы еще хотела добавить к докладу Анны Игоревне, но еще сегодня по оценке эффективности иммунотерапии вот говорить, все-таки об иммунопрогрессировании мы говорим, может быть, намного чаще, чем оно есть на самом деле, потому что такое псевдопрогрессирование, оно где-то наблюдается у 10% пациентов. И на практике, вот сколько мы не обращали внимания, вот и кажется, что действительно, есть прогрессирование, нет прогрессирования, есть возможность, мы пациента оставляем на лечении. Если же нет такой возможности, то, конечно, будешь думать, как быть. И время показывает. Как правило, больные все-таки сначала прогрессирования проявляются потом. А вот астенизация и ухудшение общего состояния может быть связана еще с гипотириозом, который мы встречали не так часто, а вот гипотиридит, а вот в центре у Льва Вадимовича было достаточно часто вот этих осложнений, да. Поэтому здесь нужно дифференцировать. И не терять нить с пациентом. Вот вы его взяли на базлание, вы должны хорошо знать его полностью. В том числе и такие показатели, эндокринологи, что у нас берут ТТГ, обязательно осмотр эндокринолога, потому что это действительно очень важно. И в динамике вы чувствуете этого пациента, что с ним происходит, конечно. И тут уже много разных параметров. Можно и анализы крови брать, все. Но вы чувствуете самого пациента и не отпускаете его надолго. И, конечно, принятие решения всегда идет все равно за доктором. Однозначно. Это искусство. Искусство. А врачевание – это искусство, однозначно. Тем более новыми препаратами. Еще вопросы. Да, пожалуйста. Игорь Иванович, спасибо за прекрасное сообщение. Вот вы упоминали, много времени посвятили анализу исследования Checkmate 214, про который тоже очень много говорят, которое революционно тем, что впервые сунетини показал меньший эффект по сравнению с комбинацией чекпоинт-ингибиторов. Но у меня такой вопрос. По каким критериям стоит оценивать такие сравнения? Checkmate ингибитор и антивэкв препараты. Один классически оценивался по рецисту, вторые по имрецисту. Вот такое сравнение, ну и подобные сравнения. Как должны оцениваться, по вашему мнению? Ну, если посмотреть, в принципе, имрецист он тоже не принципиально отличается от рециста, если вот так вот смотреть. Там не такой уж большой допускается допуск в плане допустимого прогрессирования. Поэтому я думаю, что это здесь сопоставимое критерие оценки. Не имеет значения. Что в дизайне выбрано, так и идем. В принципе, да. Ведь некоторые же исследования с иммунологичными препаратами оценивались просто по критериям рецист. То есть, в принципе, допустимо использовать рецист и даже без модификации при оценке терапии. Спасибо. Спасибо. Ваша Анна Игоревна, скажите, а начались уже адювантные исследования по профилактическому использованию антипидиантитела при раке почки? Затрудняюсь сказать, идут ли исследования адювантные. Ну, просто в этом году были доложены результаты по использованию антипидиантитела в профилактическом лечении меланомы и очень такие впечатляющие результаты. А пока для раке почки эти разенкинатные ингибиторы как-то не подтвердили свою эффективность. Поэтому, конечно, очень интересно посмотреть, будет ли и профилактический эффект. Да, пока еще не заложены. Продолжение следует... Слишком долго живут при организованных стадиях, поэтому, скорее всего, нет результатов и по ТКИ, и по иммунотерапии, скорее всего, не достигнут. Так. Да, все же, конечно. Ну, хорошо, очень интересная тема. Наконец-то так все воодушевились с представленными результатами. Спасибо большое. Продолжение следует...